И всем привет, ребят! С вами Мастер Ванька и Сьюз, записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору наших челленджей. Сегодня у нас, можно так сказать, анонс полноценного челленджа, который уже стартует завтра. По сути, это пред-хэллоуинский челлендж, который, по моему мнению, должен был включать в себя что-то дополнительное интересное, и связанное с как раз-таки хэллоуином, но нам ничего такого дополнительного в последний уровень не добавили. У нас добавили здесь в очередной раз шафта Легаси, который, если честно, относительно недавно, пару-тройку месяцев назад, уже был в нашем челлендже. Поэтому для меня лично 50 уровень непонятен. В целом, давайте пройдемся по челленджу и рассмотрим, что здесь интересного по устройствам. По краскам изначально у нас дается краска листопад и визуальный разрушитель. Дальше на 21 уровне у нас защита от заморозки на Крусейдер и иммунитет от подавления на Крусейдер. На 31 уровне у нас даются разрывные снаряды на Скорпион с бесплатной линеечки. Как раз-таки такое устройство можно будет получить мне на Бомж в моем замечательном аккаунте. Ссылку на видеоролики и канал в описании оставлю на интересную рубрику, которую как раз-таки на Скорпионе я начал относительно недавно записывать. Если вам интересно, то обязательно тоже перейдите, посмотрите. Ну и поджигающие снаряды, то устройство, которое вчера только добавили в ультраканты в красное свечение, уже завтра будет возможность достать из как раз-таки челленджа. Не знаю, честно говоря, зачем было добавлять его в ультраканты и потом добавлять сразу его в челлендж, но вот так вот придумали разработчики и возможно, возможно они хотели не поджигающие снаряды, а возможно хотели какое-то новое устройство на Скорпион со статус-эффектом, но добавили почему-то здесь поджигающие снаряды. Может быть это ошибка, а может так и было запланировано. Ну и 41 уровень, испепилятор на твинс, это твинс с поджогом и плазменный дизраптор, это твинс с подавлением. Я даже зашел в гараж свой посмотреть, есть ли у меня такое устройство и оказалось, что у меня такого устройства нет. И это очень и очень круто, что такое устройство можно будет достать из челленджа. За последнее время это получается один из лучших челленджей, потому что у меня нету двух из трех устройств в целом, да, за именно линейку с боевым пропуском. Хотя, если честно, третье устройство, которое на корпус, но оно, наверное, у большинства уже будет иметься. В гараже, так как с обычных контейнеров, в фиолетовом свечении как раз таки это устройство выбить можно. Да и я, если честно, если не ошибаюсь, то это устройство уже не раз было у нас раньше, так же в челленджах. Поэтому здесь, наверное, никаких удивлений нет. Но что касаемо Скорпиона, новое устройство и устройство на твинс, которое было когда-то, хотя может даже и недавно, оно было в ультраконтах, так же здесь закономерно появляется. И я вам могу сказать, что это тот самый челлендж, который реально можно приобрести и его будет приобретать, по моему мнению, большое количество игроков. Из последних точных челленджей это один из самых крутых, актуальных, ну и я бы сказал, наверное, даже лучших челленджей. Потому что, ну, наверное, где-то уже на протяжении месяцев так трех-четырех я на своем аккаунте на основном не получал какие-то там дополнительные устройства. Может быть, там что-то где-то одно было. Но, в общем и целом, когда у нас не добавляются новые устройства, я, в принципе-то, челлендж покупаю ради контейнеров, ради каких-то дополнительных припасов. Ну и потому что у меня просто есть хорошее количество танкоинов и я могу себе позволить на них как раз-таки потратить, купить боевой пропуск и забрать все эти призы с золотой цепочки. Помимо челленджа, с завтрашнего дня стартует у нас еще и гонка за новым дроном, который у нас показывали в видеоблоге. Это дрон Гиперион, который как раз-таки стартует в вызове принятом в второй части. Сегодня у нас последний день вызова принят. И давайте даже мы зайдем, наверное, посмотрим, что у нас там происходит на сегодняшний день в нем. Кто у нас... Ой, не туда щелкнул. Кто у нас забирает замечательный кризис XT? Мистер Мисула имеет на сегодняшний момент 20 тысяч звезд и имеет отличные шансы, чтобы забрать этот кризис. Но что-то мне подсказывает, что еще здесь может многое поменяться. И как и в прошлый раз, у нас сколько там, 4 или 5 человек ворвались под самый-самый конец, под рестарт, чтобы как раз-таки забрать кризиса. Поэтому я вангую то, что еще эта борьба не окончена. И здесь мы сможем еще увидеть нового призера и нового получателя как раз-таки этого кризиса XT. Если, конечно, этот молодой человек не будет следить за всем этим делом. И просто в момент тени докупит себе сверху и еще звезды. Также у нас обновили вызов принят в целом. Теперь можно видеть, какое количество звезд, вернее, какую позицию относительно вашего количества звезд вы имеете. Вот, например, я на сегодняшний момент времени занимаю тысячную позицию. Что является, конечно же, ну, наверное, не крутым результатом. Но в целом за топ-100 можно заработать целых 100 тонкоинов. Я считаю, что для тех ребят, которые играют в нашу игру, хоть какой-то дополнительный приятный бонус. Почему нет? Почему нет? Ну и топ-1000, в которую я на сегодняшний момент как раз-таки вхожу, получают по 100 батареек. Мне лично 100 батареек, ну, очень сильно необходимы. Это целых 100 минут я могу прожиматься на кризисе, да, то есть на своем навайливать. Ну, вообще бомбочка. Также надеюсь на то, что как раз-таки вот это вот устройство тоже будет здесь обновлено. Может быть появятся какие-то еще новые дополнительные уникальные призы. Я вообще, если честно, насчет вызова принят, жду, когда у нас будет не только топ-1, топ-10, топ-100 и топ-1000, а когда будет топ-1, топ-10, топ-20, топ-30, топ-40 и так далее, да, чтобы здесь прям была жесткая рубочка, прям конкретная рубка за эти звезды, чтобы у большого количества игроков было желание как раз-таки попасть в этот топ. И чтобы мы здесь видели не большинство никнеймов, которых я, ну, конечно, здесь и много знаю, но все равно здесь часто встречаются те ники, которые я не знаю, да, и поэтому, ну, было бы, было бы круто, если бы как раз-таки здесь была бы прям жесткая рубка, и я бы вот так вот смотрел бы, и просто бы каждый бы никнейм бы в этой игре бы знал, да, в этой именно топ-со-точке. В целом, если подводить итоги челленджа, то я могу вам сказать, что это реально тот челлендж, который вы можете спокойно покупать, я что на бездонате, что на основе его приобрету, ну, и даже на бомж-аккаунте постараюсь каким-то магическим образом дойти до 31-го шага, если у меня вдруг это получится сделать за 15 дней, это будет супер-великолепно, и я буду безумно рад этому моментику. Ну, и, конечно же, борьба за новый дрон уже с завтрашнего дня начинается. Не знаю, насколько он будет актуален, насколько большой интерес будет и ажиотаж вокруг него. Увидим, увидим, насколько большое количество звезд как раз-таки на него приобретут. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного челленджа. Поддерживайте обязательно данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также переходите посмотреть серию бомжиков, которые у нас на втором канале выходят. Ссылочку, как я сказал, уже в описании я оставлю. Ну, и, конечно же, не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках нашей игры в аккаунте Кемо. Личный тег — это тег-темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Уже меньше месяца, даже, я бы сказал, практически полмесяца осталось до итогов этого замечательного розыгрыша. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok